доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии в пятницу 6 октября меня зовут наконечный александр и завершительную торговой сессию текущей недели с вами проведу я в понедельник мы же ждем возвращение нашего главного аналитика артема деева а мы давайте с вами текущую неделю завершим посмотрим что сейчас на рынках происходит и чего ждать от сегодняшнего дня наконец-то да мы дождались сегодня выходит отчет по занятости в америке отчета non-farm пеларс по времени gmt отчет выходит сегодня в 12.30 что мы знаем об этом отчете на текущий момент времени на предварительные данные от эйди пи которые выходили в среду показали что сейчас предварительные данные по предварительным данным на всего 89 тысяч новых рабочих мест было создано это плохие данные и среда на этой неделе была самым негативным днем для индекса доллара именно в среду мы увидели с вами самое сильное нисходящее движение по индексу доллара сейчас мы с вами видим какие показатели прогнозируемое значение 170 тысяч предыдущее значение было на 180 187 тысяч и исходя из этого мы также можем констатировать тот факт то что данные выходят данные данные выйдут скорее всего для индекса доллара для америки негативными то есть и мы с вами говорили о том что сейчас рынок находится в коррекции говорить о том что коррекция закончится в пятницу и рост начнется в пятницу пока не приходится судя по данным которые мы ожидаем поэтому на мой взгляд сейчас нужно рассматривать позиции для торговли именно внутри дня именно в рамках высокой волатильности более среднесрочные позиции мы с вами рассмотрим уже на следующей неделе на текущий момент времени индекс доллара котируется на отметке 106 20 соответственно мы судя по данным будем ожидать что сегодня коррекция продолжится возможно цена уйдет чуть ниже уровня 106 евро доллара сейчас котируется на отметке 1 05 35 соответственно также ждем что ближайшее время коррекция закончится и цена продолжит свой нисходящий тренд то же самое касается валютной пары фунт доллар текущее значение 1 2170 ждем что от уровня близко к уровню 1 22 может начаться дальнейший нисходящий тренд из каких-либо других с важных событий сегодня тяжело что-то выделить но добавим еще что также 12 30 по времени GMT выходит статистика по занятости в том числе и в канаде на на фоне последних событий учитывая что нефть также корректируется есть ожидание что предварительно конечно данные будут положительными то есть но будем следить за событиями по и по и положительными для канадской долл для канадского доллара что ж это были все ключевые события на сегодняшний день хочу пожелать вам успешной торговли и всего наилучшего до свидания а